Поле молитва, поле. И спаси, блажа души наша. И в словах, слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Свои Отца и Сына Святого Духа. Второе послание Тимофея, 4 глава, 16 стих. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Толкование. Снова апостол повествует о других искушениях, чтобы более ободрить своего ученика. О каком он говорит в первом ответе? Он еще прежде был представлен Нерону и избежал смерти, так что с того времени и проповедовал. Но когда он обратил его виночерпие, тогда Нерон, воспылав к небу, отсек ему голову. Апостол высказывает скорбь словами. Все меня оставили. Как бы так он говорит. Даже свои изменили мне. Я был лишен всякого утешения. Поэтому и ты, будучи оставлен в опасных случаях, имей утешение в моем примере. Видишь ли, как он щадит близких к нему. Конечно, они близкие, его сотрудники, сделали тяжкий проступок оставить его. Ибо не одно и то же быть оставленным посторонними людьми и своими. Однако апостол молится, чтобы это не было им вменено, конечно, от Бога. Иначе это большой грех и заслуживает быть вмененным. Ну вот, пожалуйста, сегодняшний случай. Как раз про этого человека, про Василия, который рассказывали. Или вот, допустим, про Михаила Игнатьевича. Да, Миша много делал. Но он не делал самое главное. Когда его мы приглашали на благовестие, он никогда не шел. Никогда. И только года три назад я его пригласил. Как-то говорю, Миша, ну что, гляди, благовестуем, ходим. А у нас как-то пошло так, что браки, это, четыре брата. Вот как Никита был, вот начал, и мы вчетвером начали ходить. По парам ходим. Прям так хорошо было и долго. Я говорю, давай, Миша, тоже с нами. Машина есть, подъедем там все. Ну давайте вот в следующий раз, в следующий раз, ладно, пойду. Вот один раз пообещал твое. На следующий раз опять все. Не пошел. Все равно что-то, что-то есть такое, что заставляет человека отходить. От пути избранного Христом, который избрал Христос, и который заповедовал, который избрал Ахостол Павел, переняв от Христа. И который нам заповедовал теперь вот. Этот путь, и он скорбей. Ну, брат, я что хочу сказать. Ну вот Вася ходил с нами, отпал. Лена ходила с нами, отпала. Понимаешь, что это? Подожди, брат, подожди, стоп. Вы, конечно, скажете, что человек смертен, но он смертен внезапно еще. Сказал, сатана. И поэтому я тебе как только уже не сатана, а верующий, могу сказать, что у каждого человека что-то есть. Вот вспомни, отпала от нас Кубайкина. Да, тут только сделали. Сколько всего делала, но у ней свое было. Она обижалась очень сильно. Там вот Слава Волков был. Сколько он раз тут соскакивал и так далее. У него тоже какие-то такие свои были мысли. Тогда на лагерь начал клеветать. Люди звонят в лагерь детей. Он, вы куда их хотите отдавать? По телефону. Сидит уже, ему доверили набирать детей в лагерь. А он людям, которые звонят, родителям, говорит, вы понимаете, куда вы собираетесь его отдавать. Вот это да. Да хорошо, что его еще не нашли телевизионщики. И у каждого вот этого человека что-то было. А Василий, вспомни, сколько. Ему просто шапку, чтобы он носил. Вот он, чтобы шапку носил, не смогли добиться. Для виду пришел, какую-то кепочку одел, а потом снял и опять ходит без шапки. Ну, да. Говоришь ему, давайте быстрее все есть. А я вот такой, я ем медленно. И вот он начинает. И все свое, свое. А где ты видел, чтобы он хоть раз прочитал слово? Или сидел, песнопение пел? Тут человек не успеет прийти, уже песнопение. Ну, возьми маму мою, ей сколько нету? Она уже сидит, уже поет, что-то там все. Человек от души, как открывает, то видно. Я не говорю о том, что там мама где-то там. Ну, понятно. Ну, вот смотри. Тут-то нам надо из этого отрывка-то что для себя взять? То есть, вот оставили апостола Павла, люди свои. И он молится, чтобы у него сердце-то тоже в фарисейском не перезвонил. Он говорит, не вминием. Так же Игнать Тихоничем говорит. Ну, а так, знаешь, да, он там пьяница, он теперь клеймон о нем поставил, его теперь не исправить. Молиться все равно нужно, чтобы твое сердце не огрубело. В первую очередь. И он ученика этому учит. Тимофеев он пишет, второй посланник Тимофеев. Меня все оставили. И толкователь нам говорит, оставили, да не вменится им. Да простит им Господь. То есть, за своими грехами-то смотри прежде, чтобы тебе самому не оказаться Иудой. Как мы в пост молимся. Дай прежде узреть свои прегрешения, нежели осуждать брата своего. А Миша никак нельзя без обещания брать. Я не говорю, что ты не осуждает. Какой осуждать? Ты забыл, как мы приходили к нему, когда он позвонил, сказал, мне плохо. И мы прибежали. Вот, мама у меня тоже была, сестры. Ну и что ты вспоминаешь про это? Ого! Так если бы все закончилось на этом, а оно еще усугубилось. Ну, еще нам было жило. Ну, обещал он, да. Пьяница Царствия Божия не наследует конкретно. Он пьяницей остается. Что теперь сделаешь? Если бы он просил, допустим, напился, а потом звонит и «Братья, ну помогите ему!» и так далее. Но этого же нету. Просил и плакал. Когда? Просил и плакал, и каялся. То есть он пьяница не закоренил. И он кающийся пьяница. У него вот... Ему надо обязательно с братьями быть. Ну, потому что один. Один он никак не выкараблялся. Еще мама была, когда он маленько держался. А сейчас у него низокий нахожу. Поэтому и видишь, овечка, она от стада, когда сама отстает, захромала, его сатана тугит раз в раз. Вася, он где-то один-один, и вот тут раз. Чего вот он приходил? Мам, мам. Денег у него нет. Да у него всегда деньги были. Он всегда, сколько я помню, всегда он такую пачку Людмиле Степановне отдавал. Он ничего не тратит. Я ее сгоняю, он пячет саперем. Маме рядом, поближе сядь. Обненее, поцелуй. Пускай она сюда сажится. Поближе, ей же писать надо. Вот тут садись. Вот здесь. Мы вот сейчас рассуждаем то, что вот апостол Павел пишет, что все меня оставили. И он Тимофею пишет, что он и молится, да не уменится им. Понимаете? А не так, что вот он ушел, то он раз такой-то, раз такой-сякой, да не уменится им. Понятно, что Господь это осуждает. Но чтобы у человека, у самого тоже, как бы, сердце не ожесточилось, глядя на этих. А, вот, и начал их судить. Все там они ушли, так и сам тоже. А кто судит-то? Уйдешь. Да никто не судит. Ну, о чем речь идет? Никто не судит. Разговор идет о реальном понятии, можно человека обратить или нет. Если он не обратился, будучи 20 лет, рядом с тобой, то дальше уже, как его загонять? Железной рукой, как коммунисты пытались? Я говорю, как? Ну, вот, Татьяна Кузьминишна... Ну, пускай он со мной беседует, пускай... Татьяна Кузьминишна предлагает взять, железной рукой привезти. А, да, это все понятно. Насилие, насилие нельзя. Видите, все понятно. Да не вмениться я вместе с апостолом. Да не вмениться никому из этих 60 людей, которые отошли. Которому я здесь отдал частицу души своей и сердца. Да не вмениться им. И я не вменяюсь. У меня он Славик Волков, он с Мариной с моей разговаривает по скайпу и все. Но только тайно, чтобы жена не узнала, потому что она ревнует к ней. Сумасшедшие люди есть. А ты не ревнует, это нормально все, да? Да он же друг мой был, он хороший парень, отличный. Только туповат оказался для жизни всей серьезной. Надо было веровать во Христа как следует, а не в жену. Но это все еще впереди у него. А то детей народил и думает все, как вот Игорь Третьяков тоже. Я покажу вам пример, чего вы, никого у вас нету. Костя, где ты? Этот, где ты? Давай в сектор. А сейчас, я был дурак, я не понимал. А раз дурак, теперь все. Я говорю, а сейчас ты умный, да, стал? Ну ладно, вот Игнатий Тим, зачем им он никогда не называет? И ты? Кого не называют? Именно. Здесь? Да ладно. Да ладно, не называют. Ну зачем? Второе Тимофею 4, 17. Да, именно адвокат. Когда считается, полная тишина. Второе послание Тимофею 4, глава, 17 стих. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие. И услышали все язычники. И я избавился из львиных челюстей. 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 Пусть будет челюстей. Как вам? Лишь были челюстей. Это опять утешение для ученика. Это все он Тимофею специально пишет. Ибо показывает, что человеку, оставленному людьми, Бог не попускает потерпеть что-либо бедственное. Далее. И укрепил меня. То есть апостол Павел пишет ученику, что Бог его укрепил. Как укрепил? То есть даровал дерзновение, не попустил пасть. То есть иногда все меня оставили, я один такой раз одинокий. И Бога нет вообще, как бы начинается отчаяние. А здесь укрепил его Господь. Посмотри, как велико его смиренно мудрее. Не потому, говорит, Бог укрепил меня, чтобы я был достоин такого дара, Но дабы мной утвердилось благовестие, или произошло из конца в конец и исполнилось. Это подобно тому, как если бы кто носил багряницу и диодему и из-за них спасался. Чтобы всем сделались известны и слова проповеди, и попечения о мне промысла. Далее. И я избавился из львиных челюстей. Челюсти. Челюсти. То есть от Нерона. Вот он кого имеется. Он называет его львом по причине могущества его царства и непреклонности. Видишь, как близок он был к смерти, попав в самые челюсти льва. А, я уже думаю, челюсти. Как же прочитать-то правильно? Челюсти или челюсти? Меня уж простите. Нормально. Комментарий Игнатия Тихонича Лапкина на слова Феофилакта известны и слова проповеди. Прошло второе тысячелетие после крещения в Руси. В православной церкви встречались дивные проповедники. Остались их труды. Но почему даже и они не исполнили прямое повеление Иисуса идти в мир? Все стало происходить совершенно наоборот. Появлялся проповедник или святой известный подвижник, и люди устремлялись к нему в самые потаенные места. Можем ли мы предположить, что рядом с именем апостола Павла стоит другое слово из арсенала тех, кто позже появились в церкви? Два и точия. Затворник, пустынник, молчальник, гробокопатель, столбник. Этого нельзя даже вообразить. Слова проповеди, это слова, это слава Христу за спасенные души, за сеяние евангельского семени, за то, что проповедник получит славу в вечности. Все вышеперечисленные звания не могут претендовать на славу проповеди. Марка 16.15 И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Деяние 8.4 Между тем рассеившиеся ходили и благовествовали слово. Православные, устремимся на славу проповеди. Преподобный Инсидор Пелосиот говорит так. Горе же беременным и питающим сосами в те дни. Матфея 24.19 Сказано душам, которые чреваты божественной любовью, но не осмеливаются свободно из речи споведать веру в Бога и твердо стоять за нее. А приобрели только детское и несовершенное понятие о Божьем. Далее цитата. Исповедание слабое, двусмысленное, не принимается, отвергается как непотребное, как недостойное Бога. Недостаточно исповедания в тайне души. Необходимо исповедание устами и словами. Недостаточно исповедания словом. Необходимо исповедание делами и жизнью. Святитель Игнатий Бричанинов. Молодец. Вот я хотел сказать. Здесь вот речь идет, я так понимаю, о тех людях, которые уже уверовали и помогали апостолу. Но они проявили слабость. Молодушие там, страх или еще что-то. В общем, какую-то слабость проявили. А все это должно закладываться еще когда ты только приходишь ко Христу. В оглашенных. И вот я могу так сказать, что вот эта программа, устав оглашенных, заложена в стихотворении. Вот Игнатия Тихоновича Лапкина. К оглашенным называется. И вот там, если каждого человека прогнать по этому уставу, вот как у нас каждый устав 16 пунктов соблюдается в церкви, так вот так, чтобы соблюдали они то, что там написано. Как мне пробиться к тебе оглашенной, тропинку в душе проложить? Дьяволу будешь частой мишенью старое все ворошить. Проповедь, проповедь сделай снарядом, хлебом насущным, водой. И вот тогда только начнется пробиваться христианская вера. Понимаешь? А вот это вот все, кто там это были, как это там все удалось. Дальше мы ничего не знаем просто. Но оглашенные остались. Об этом целый катехизис есть у этого. Катехизис святой-то. Сейчас забыл. Катехиза Хария. Макария? Нет, не Макария-то, это 2-го, 3-го века святой. Или 2-го даже еще. Забыл. Как его мой. Ну там кто? 1-й, 2-й век. Это Ириней, Поликарс, Мирский. Это первое самое. Да, катехизаторы. Да, да, да. Вот Ириней и Мирский. Кирилл там. Вот эти катехизаторы, они это знали, что только через это можно добиться послушания Христу. И тогда, как мне нравится выражение, Игнатий Игоревич говорит, тогда человек не бросит носилки. А так, когда нету вот этого твердого стержня веры, а я так верую, а что-то не понравилось, а вы мне не нравитесь. Вот сейчас, вот меня все время, вот наши сестры, простите, все, и здесь сидящие тоже, поражает вот это, вот это внутри адвокатства. Вот вы эту пословицу, которая говорит, кто вспомнит старое, помянет, тому глаз вон. Вот вы это четко знаете. И только начинает, Фаню увидели, там вот Фаня, вот Абигнатий Тихонович, она так любит, так и туда, прям такая все, и все. А вот это правильно. А где написано? Дальше эта пословица, кто знает? Кто, помнит? Кто забудет тому, да? Тому два. А кто забудет, тому оба глаза вон. Чего это не вспоминаете-то? А она здесь, своего учителя, как она сейчас называет, кастерила, не просто кастерила, а сатанила, по полной программе. И что, давайте это забудем все, что ли? Нет, ты, почему она сюда не появляется? Почему не появляется? Ни Лена Козлова не появляется, ни Ольга Улагаева не появляется. Почему? А Наташи Приходьки вообще забыли, как будто она в пещере, какая-то замкнутая, в чреве кита. Почему? Потому что все расставались в душе, проклиная. И поэтому они теперь не могут сюда подойти. Так вы им не помогайте своим адвокатством. Да ладно, ладно, там каждый бывает такое. Бывает такое, а человека нету здесь уже. А у нас тут единственное место, я могу сказать. Вот сейчас снимают это все. Где вы еще такое встретите, где разбирается еще на Писании? Ну где ты встретишь, когда с Писанием так разбирают по полной программе? И примеры есть. И какие примеры? Ладно, Игнат Тихонович, он-то прошел Крым и Рым, и тюрьмы и так далее, там, исповедники, психиатрическая больница. А мы простые люди, простые советские ребята. Но мы уже в духовной каше поварились так, что уши только торчат от этих предателей, сколько мы тут их видели. Отец Константин тоже разбирается. Отец Константин, я рассказывал это, у меня слезы текли. Когда он выходил с алтарем, вот с нашей книгой. У меня сейчас наворачивается. Он сейчас говорит каждую субботу о ней. Да, причем говорит, говорит, ему что-то не понравилось. Он раз сказал, потом, ну знаете, вот мне тут одно место, оно как бы непонятно, я не могу сразу согласиться. Но если я поговорю, может быть соглашусь и дальше. Но он все читает, то есть он, как говорится, любит своих слушателей, уважает их. Надо все, ну если ты уже христианин до конца, то ты и тебе что-то, ты берешь чем-то пользуешься, то пользуйся до конца уже. А это предательство, оно идет к другому. И да, и сейчас скажут, да осуждает это сидит, такой злобный такой. Как у меня одна сестра уже покойница сказала, долго меня не было, там я в тайге был. Эх, ты хоть, она так разговаривала, ты хоть Игорек и злой такой, но без тебя скучно. Ты уж поговори тут с нами. Она бабушка на мою похоронила. Да, ну что-то есть, да. Я считала. Ну вот, не злоба это, не злоба, а не надо забывать все. Вот сейчас вот мы историю забыли, историю забываем и все. День народного единства, день народного единства. Что говорят о дне народного единства? Сейчас любого спрошу и все скажут. Ну это поляки там были и народ объединился, полякам дали в зубы, в зубами. То есть что, опять агрессия какая-то, то есть агрессию прославляют. А это ли Путин закладывал, когда этот день народного единства воздвигал? Нет, не это. Он не это совсем заложил. А потом попы подвели, это 4 ноября, освобождение Москвы от польского Игоря. Он не это подвел. Он хотел народное единство, коммунисты и антикоммунисты. Вот он хотел, что подвести, а не смог. И все это революция у нас до сих пор в душах сидит. Все говорят, да это нет, это просто злоба. Вот Игнатик рассказывает о Великой Отечественной войне. А Великое Отечественное это только уже производное от того, что было в революцию. А как все это было, как это делалось, до сих пор никто не говорит, потому что боятся, что там было и творилось. Один фильм «Четист», посмотрите. Я кого спрашивал, никто до конца не может посмотреть 10 минут этого фильма. А это голая правда. И там люди голые. Потому что расстреливали голые большие. Все остальное продавали, детям своим раздавали, любовницам и так далее, самое лучшее. А это все... Натворили бед, теперь начинаем. А все это вот выходит из того, что мы говорили про оглашенных. Нету правильного научения. И попы вот, извините, про батюшку. Батюшка говорит, что вот священник сказал, батюшка, так это... Он говорит, вот там в поездке там что-то не было разговоров. Да не надо никаких разговоров. Ты теперь этих священников, сколько их там? Он сказал, у нас группа, мы смотрим. Ты выяви, кто они. Да еще передай хотя бы вот Игнатию Тихоновичу, ну или брату какому-нибудь передай, который в интернете заходит. Мы встретимся с этими священниками, поговорим. Может быть они начнут хотя бы выполнять то, что сами они кричат каждый раз, оглашенные изыдите. А все в оглашенных. И тогда никто носилки не бросит. Никто не отстанет, ни Марк, ни силу не предадут, никого не предадут. Ни Варнаву, ни апостола Павла не предадут. Почему? Вот сейчас Володя к нам ходит. Только по субботам ходит. Он на занятиях никогда не бывает. Не верю, что что-то будет. Это будет как у Андрея Головача. Вот такое может быть. И все. Тут прошел, ушел, прошел, ушел. А те, кто были на занятиях, вот Сергей Павлович Пуков был на занятиях, не знаю, в течение лет восьми. Володя постоянно вот на занятиях. Так он еще как любил учиться, даже еще не будучи здесь, на Урале уже и так далее. Ну сейчас сестер взять, Татьяна Кузьминишна, Людмила Степановна. Вот даже мама моя были на занятиях. Ходили на занятия, занимались. Да не просто они слушали Игнатия Тихоновича Лапкина. Вот слушали там гуру какого-то. Ага-га. Постоянно шла запись священного писания. Священное писание слова Христа, слова Христа. Ни одного слова Игнатия Лапкина не было. Только слова Христа. И из слов Христа делается вывод, что ты должен быть верен. Не кто-то там, теща какая-то твоя там или жена. Ты сам будь верен Христу. И тогда все будет на своем месте. И не будет никаких революций. Ни Троцкий этот не пойдет за этим Паврусом. Ни Ленин не полезет. Он бы так сидел бы в своей швейцаре. К нему пришли бы и сказали. Там революция уже в России. Ты же так хотел. А я почитал Златоуста и я понял. Зачем мне эта революция? Я сижу здесь баварские сардельки ем, жареные. Пивком запиваю. Видишь, брюшко какое. Сейчас поеду туда. Там голодовка, в шеи эти тепло любят. Зачем мне это? Я все понял. Мне и тут хорошо. Нет. Не случилось. Не взял он Златоуста. Никто ему не показал на него. Просто-напросто. Вот и все. Потому что Гапон там поп какой-то. Как может быть поп-гапон или у нас сейчас поп-артист. Этого артиста за уши и говорится поставить его перед Златоустом. Вот тут можно железной рукой. Читай, читай. Что про актеров пишет он. А я занимаюсь великим делом. Духовное несу. Шуток Гороховых играет. И главное еще. Там кто-то там. Ну он сидит на встрече там и говорит. Какой он молодец. А какая-то. А я у него исповедовалась. Как это можно? Это вообще не разбираться ни в чем. А виноваты попы. Учителя. Духовные. Потому что не поняли. Что такое оглашенный из-за дити. Сами кричат, кричат. Двери, двери. Оглашенный из-за дити, из-за дити. Ни одного оглашенного нету. А у нас сегодня пришел Андрюша. И уже вижу. Вы вывели все. Почему? А он бы мог остаться. Он же у нас был когда-то. Нет. Вышел и он знает. Надо выходить. А он здоровый парень. Но он мог бы сопротивляться. Всем накостылять тут заодно. Ничего. Стоит. Почему? Духовная проникла. Потому что он тоже на занятиях был. И Писание читал. И знает. Надо быть послушным. Да не нам послушным. Мы немощные. Вот кто силен над нами. Он говорит про Иеромонаха. Иеромонаха. Фотием. Он поет. И что он поет? Взойдем на Голгофу, мой брат. Нет. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Иеромонах. Как этот говорит. Нет. Церковь Пашанина проповедь. А загнала монахов в пустыню. У меня они всю жизнь боролись с сононизмом. И они говорят. Ушли от мира. Которому и пришли. Вольно или невольно. И в должности мирские. Полезли в артисты. А другой батюшка с рокерами на мотоцикле. И один едет. А еще других там давит. Там задавили уже. Ты же не про него. Про актера. Про полной тишине. И главное с братом гонит. С праздницы нет. С братом на мотоцикле. И пенсионер навстречу едет. Как в машину удался. У него куда голова. Куда еще и пенсионера убил. И брат тут же. Следом только взрыв. И брата нет. Оба. И все в интернете. Как они разбиваются. Показано. И дальше все валяются. Всем надоел. А что это? Чья-то молитва дошла. Все. Вот я смотрю. Только начинает собрание. Некоторые даже не заходят. Уже там на скамейку садятся и сидят. А почему там сидит? Муж здесь сидит. Она не может одна уйти. А у другого наоборот. Жена здесь сидит. Муж там ее не дождется никак уехать. А он боится жены. Жена это главный прокурор. Вот люди говорят. Самое страшное на земле это смерть. А за жизнь свою сатана говорит. Кожа за кожу. А за жизнь все отдаст. Страшнее смерти кто? Назвая жена. И нашел я, пишет, что горьше смерти женщина. Горьше смерти. Так а куда горьше смерти-то? Ну так написано. Это было уже никуда не денег. Никуда. Вот представь себе. Стоят два человека разговаривают. Мужчина. Один священник. Проходит мимо женщину. И она мгновенно в разговор. Говорит, неправильно говорить и то другое. Что это такое? Что это за безумие? А почему? Потому что жизнь проспали. И дальше не понимают и не видят. И мужчины-то какие ты о ком рассказываешь? У нас такое простое слово есть под каблучник. А почему? Перевернулась пирамида. Она устоять не может. Она устоять на основании. Вот одно предложение заучила и сказала. А учить жене не позволяю. И Павел стоит. Не позволяю. Ты учишь, а он тебе не позволяю. Не властвовать над мужем. Запятая. Но быть безмолвие. Даже невозможно возбудить. Непрерывно ползет и ползет. Но быть безмолвие. Я читаю. А трогать нельзя человека. Он сразу будет оправдываться. А почему? У женщины у нее мгновенно. Она минуты не дает созреть. А почему было сказано? Не давали повод? Она просто туту в ответ. То есть это утлый сосуд. Дырявый. И поэтому тебе дано его нести. А как-никак? Строгость покажи. Я говорил. Был в Синоде когда. И Архимандриту Арсению. Он подарил мне 12 томов Златоуста. Книги. Ведь вы увидите там они сейчас. Я говорю. У меня жена ропщит иногда. Что с ней строго обращаюсь. Строго? А ты скажи. Как пророк Илья с Валоби жрецами расправлялся? С тобой-то еще легче. Восемьсот пятьдесят голов отрубил и скатил по потоку кессону. Поплыли. И весь сказ. А это нет. Ни одного слова не успеет выдержать и все. И что-то надо оправдаться. Если ты оправдываешься, ты слабый. Для сильного человека разницы нет. Положительное. Что говорит? Приеме равнодушия, не оспаривай глупца. Если даже он глупо сказал. Нет. Ты услышал и сразу размышляй. Я сколько раз об этом говорил. Меня интересует во всем интернете, за всю мировую историю только одна личность. Гитлер. А представь о нем сколько сказано плохого. А тут интересно. Вот это вот и дело. Двенадцать пять. Все они прямо показывают. Какой это талант был. Какая была любовь к народу. Как его народ любил. Нет одного правителя больше в мировой истории не знает, которого народ бы так любил. Народ. Он не путем. Он переворот и пришел, как этот фальшивый пигмей. Там с Волги. Ульянов. Не отомстить за брата к стенке поставить. Никого. Нигде нет. Везде летал или там. И путем выборов. Сегодня столько. Тринадцать человек проголосовало. Тринадцать выборщиков будет у него там. На завтра сто тридцать. Я наконец весь рейхстаг заполнил. А дальше уже что пошло? Это другой вопрос. И промышленности все поднять. И это Юнг, это Гитлер Юнг, малые дети. Все до одного подняты. И даже рабочие идут с лопатами и маршируют. И каждый год на самых лучших курортах всем рабочим, чтобы отдохнули. Это не забота? Почему нам об этом не говорили? Все курорты мира заполнили немцы. Это он все сделал. Чтобы каждая семья имела достаток. Она могла работать. Уверена в будущем. Народный автомобиль. Это вообще нельзя даже сказать. Меня интересует покаяние. Было ли, когда он смехнулся, дальше пошел. Я хотел это найти, наконец нашел. Теперь другим говорю. Посмотрите. И при том, это не он говорит, а вот они вам говорят, и все документы такого. То есть, Слав Лохан, Шау, газета, то-то показывала, где, что, какая война, какой правитель, какой маршал. Их биография тут же. И тут же биографию Малиновского, тут же Говорова, тут же Рахмела, от Мистера, все показано. Их казаки пошли воевать. Вообще бы не воевать. У него отца, брата, мать, всех расстреляли. Советская власть. Когда они Гитлер рассчитали, освободительный пришел. Храмы открыты. Скотину бери, держи. Чего же его было не поддерживать-то? И это все сегодня здесь говорят. Так на них уже нападки идут. Но они находят доброе, когда было. Сталин раз, два, три сделал неправильно, и сколько погибло. Он показывает. И Гитлер много говорил неправильно. Гибли люди. Я хотел, я услышал, другие, которые смотрели, и посещаемость, гляжу, у них там, ну, 26 тысяч. 26. Женщина одна выходит. Как правильно, правильно очистить сковородку? Сковородку очистить? Полтора миллиона. Полтора миллиона человек заглянул на эту. Как сковородку очистить-то? Рядом я посадил златоусов, всего 13 человек зашло. Как чистить душу, никому это не надо. Там вышел один, поет. Чего он поет? И даже не поймешь. Вздрогнул интернет, раскололся, взорвался. Шесть с половиной миллионов посетителей. Шесть с половиной на один ролик. Это невероятно. И поет, и видно, что поет. А женщина даже не по-русски. Так это мало. Корейцы поставили песенку полтора миллиарда. Полтора миллиарда зашло посмотреть. Первое место. Ну, много поставили в интернете. Пчелки называются. Оренбургские девчонки. Подговорили. Они на это год. Они блудницы растут. На букву всех можно называть. И вот они форма такая, полосатая, как у пчелок. И теперь задом они крутят все до одной. И делают такие движения. Ну, как раз это сексуальное все. И теперь родители вызывают. Это ваши дети. Кому вы их отдали? Чему они их научили? И они все это группой так это все. Ну, а смотри, оренбургские пчелки. Ага. Видел? Дальше. Бумазка водорода. Для других пчелок. Дальше. В Германии. Чтобы люди были раскованные. Учителя. Женщины. Мужчины. Все нитки нет голых. Все голые полностью. Тут же девушки на выданье. Парни. Все до одного совершенно голые. Канатом перетягиваются. Как они падают. Как ходят. Ни одного. Даже на одной нитке на сто человек нету. Это считается достижением. Я говорю, что я дремлюсь. А я не дремлюсь. Я сплю давно. Не знаю. Так ты научись. То, что слышишь, видишь. В коридоре, которые стоят. Если они не нуждаются делом общины. Им нет зачем здесь быть-то. Зачем? Там она была. Отстояла. Вышла. Никому не нужна. Теперь она бежит опять домой. В эту гниль. Она довольна этим. А люди, которые остаются, они все время хотят знать, кому помочь. Мы выше сейчас. Машину загрузили продуктами. Машина пошла. Завтра можем сделать другую. Они ничего не знают. И при том одни и те же люди там. Другие еще здесь. В первом шлюзе. Они что-то слышат. А дальше там лежу разговаривают между собой. Прямо разговаривают. Я сижу и вижу. Наклонилась к ней и говорит. Я что могу сказать. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Это самая большая радость. Знать, что укрепилось дерево. Яблони приносят плоды. В виноград кисти наливаются. И отсюда самое печальное в моей жизни. То, когда люди знали и уходят. И уходят никуда. Скажи. Где находится Моравлев Игорь? Да. Где он? Голова была. Сегодня, говорит, в Таиланде он находится. Уже работает. В Владивостоке. Торговать этими телефонами. Все. Он уже миллионы. Может быть, сотен миллионов заработал. Дети оба выросли неверующие. Жилой разошелся. Нашел себе там моложе. Это мне уже передали так. Насколько проверять я не могу. Ты знала его? Ты это не знала? Нет. А она хотела его сохранить наоборот. Да. Женушка-то. Она сюда и пошла только для того, чтобы с ним быть. Она вон у нас на фотографии есть. Ее-то приняли из-за него. Он пришел и говорит. Ну, у меня жену покрестить бы она. Она все признает. Ну, как я жить-то буду с ней? А там и нет ничего. И, наконец, все. Надо духовный. Батюшка у нас не такой. Батюшка говорит. А где вы знаете такого? Мне только обязательно скажите. Я съезжу. Перениму опыт. Да мы не знаем. То есть он мерит с собой и не знает. Георгий Кочеков собирался. Ну, поезжай. Не поехал никуда. Та все смуту заводить. А кто там близко был? Миша. Всегда были они вместе. Саша. У Саши останавливался. Где они? Никого нету. И делаются они не друзьями, а даже некоторые врагами. Женю. И ты должен это принять. Ты сильный. Тебя Бог укрепил. Христос это перенес. И говорит. Все оставили меня. Ну. Как Илья говорит. Один я остался. И моей души ищут. Ты считай псалтири. Применяй это к себе. Как он. И за все воспевает Бога. Как меня гонят. Упования нет. Но к фелиссимским божествам не пойду. Амманитяне мне не нужны. С Богом. Ты вот тут все как подумаешь. Переживания. Некоторые вот понимают. Это сколько же у вас переживаний было. Один Бог знает. Один Бог знает. Сколько в него вложено. Да если бы пошел к лучшему. Вот к лучшему ты не пошел. У него нет ничего впереди. Нету. Я вот только на днях был. Встречался. Где Слава там работал. Никита-то прикрыл магазин. Да. Прикрыл. Я с ним беседовал. Он его продал. Он не прикрыл. Все. Продал здание полностью. Да. Ну они там у него грамоты. Сейчас по здоровью. Там каменная. Все там есть. Он здоровьем сейчас занимается. Ну как этими добавками. Ты занимается. То, что выгоднее. Дело в том, что занятием. Вот сказал собирается где-то. Я бы мог сходить. Даже ничего нету. Я говорю. А на Фанаире что-то знаете? Нет. А Иннокентий был здесь. А Иннокентий был здесь. Татейра монах тоже нету. Тоже что-то воевал. Никого нигде нет. Костя был. Один запился. Другой монах женился. Кого спрашивают? Что они духовно растут? Ты вот начни считать. И скажи. Ты издание вот это вот. Это чудо Божье. Вот я сегодня только утром получил. Просит книги. Что за человек. Первый раз вижу. Израиль. Из Израиля. Какие цены. Что. Вот в прошлом году был. Он все выписал книги из Италии. А он еще приехал. Крещение принял. Пожалуйста. Позавчера на меня вышел один человек из Германии. Я говорю. Я русский немец. Я жил на Алтае. В Амутовском районе. Я говорю. Так мы здесь и есть. И у него там голуби. Показал. Такие голуби есть. Бойные называются. Они голову так вот запрокидают. И вот так вот все верно трясутся. Ну. Уродливые. Припадочные. И с дурном разбежали эти голуби-то. И хвост у него вот так вот вывернут. И как у куза их. И голова вот этот хвост бьется. Вам может уже это. Они породистые. Зачем? Они не породистые. А уродистые. Голубь должен летать. Они летать только с полу. Иначе вот так вот. Дальше они не могут. Поробей хоть с куста на куст перелетает. А это никуда. Такие громадные деньги. А вот если хотите. Я вас так полюбил. Я ваш интернет смотрю. Я вам пришлю. Голубей. А то только с посыльным. Я говорю не надо. Они у меня сразу сдохнут. У меня температура 40 градусов. Которые местные. Породистые. Они мне нравились. И летали хорошо. Но они не такие. Я допустил своих здесь сибирских. Они перекрестились. И все. Перекрестились. Скрещены. Здорово. Давай. Второй Тимофея 4.18. И избавит меня Господь от всякого злого дела. И сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Ты помнишь это? Можешь я тебе сказать? Да. Зарай. Вот это вот. И он меня все равно сохранит. А почему? Это Леонов. Это артисты, который там пьяницкой играл всегда. И он говорит. А почему вы злитесь? Потому что слабое. Сильный человек. Он даже внимания бы не обратил. А ты злишься сразу. Вопреки. Что-то говорить надо. Потому что слабое. И причина этого там слабое. И оно слово не выдерживает. А если ты не испытанный, ты никому и не нужен. Почему говорят? За одного убитого сколько дают? Вот и все. Семь. Да и все желающие жить благочестиво. Желающие, еще не живущие. Чисто свято. Обязательно будут гонимы. Обязательно. И обязательно будут поносить тем грехом, который в нем есть. Чтобы сильнее уязвить. Если он сам вор. Вор-освегудник. Тебя будет называть таким. Если там убийство. Он тебя будет называть таким. И это зная все. Это Достоевский говорит. Никакого внимания не обращаю. Это еще Пушкин писал. Сильную. Ну и что сказал? Ну говорил. Да, говорил. Ну еще в апретне и говорил. Иди сюда. Вот он вчера еще. Такой молитвень, что он через забор полез. В восьмом часу ночи. Вечера темного. А сегодня его нету. Я его ждал, его нету. Он у тебя денег просил? Без 15 и 7. Нет, не просил. Нет, по-моему больше. Мы уже получили. Восьмой час был. Восьмой час. А потом уже, да. Ну, 15 прошло. А ко мне подошел. Да можно не говорить. Никто же не спрашивает. Остановись. Ко мне подошел без 15. На слове остановись. Рот не может зажать. Он продолжает. Еще по инерции. Полтора часа шевелиться. Зачем? Руководить собой. Владеющий собой лучше завоевателей города. Мужчины стоят разговаривать со священником. Иду мимо еще брошусь и укушу. Безобразие какое. Вас с вами ничего женщины не задело. Только мусульманам отдавать вас. Но сказать верните. Не трошки, но научите их. Он тебя научит по одной плашке ходить. Я уже приехал. Интересно. Ребенок маленький ходит. А ребенку 3 года. А отец его ушит. Кинжал в руки долгу. Так он порежется. Ничего нет. А никого нету. А мать там эти. Чебуреки варит. Подойди. Чингис. Пхни мамку кинжалом. Мамку. Хоть платье за день. Он учит его. А так растет. Бессмертный. Их учит так. Он знает. Главное. Закон. Закон ото чем говорит. Устав. Вот это шариат. Он будет этим шариатом по всему миру шариться. Но и истину установит. А они удивляются. А они убивают. Вот экстремизм. Более экстремистского не было никогда в учении, как у них. Если он принял их учения, а теперь христианин. Христианина перешел. Крестился. Сегодня задача стоит. Немедленно найти на конце земли и убить. У нас был один священник. Полосин Вячеслав. Ну, он принял мусульманство. Ушел. И никто его не ищет. Никому он не нужен. Растал, сел, сидит. Там щетина торчит. И какой-то у них там он имам или кто. Христианство. Это такая же свобода дана. Ей пользоваться не умеют. Вот сколько нас. А сегодня кто остался? Да еще половина спать будет здесь. Ты с занятий должен уйти другим. У нас некоторые на службу ходят. Там собрание не пойдет. В коридоре и скорее домой. А где они? Никого нету. Где Илюша был? Устинов. Нету. С ним ходил Сава. Нету. Никого. Почему? А это им не нужно. А раз не нужно, а там-то одино и тоже. Тем более мы говорим, там есть благодать. И, конечно, мы их всех туда вытолкали сами. Где-то давай мы подъедем. Занятия идут. Ну, все с Богом. Тихо, очень не слышно. Все, дух вообще не отзабыли. Дух. Еще раз, да я... Вы меня перебили, я смотрю, на чем я остановился. Второй Тимофей 4, 18. Еще раз. Избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства Ему слава, во веки веков. Аминь. Толкование. Предсим он избавил меня от телесной смерти. Поскольку же я довольно уже проповедовал, то далее, надеюсь, он избавит меня уже не от телесной смерти, так как я уже становлюсь жертвою, но от всякого греха. То есть не допустит мне расслабнуть пред смертью, но даст до крови противостоять греху, что значит избавиться от мысленного льва. Итак, это последнее избавление. Когда ему предстояло быть преданным на смерть, важнее первого, когда он избежал смерти. То есть избавит меня от всякого греха и сохранит там. Ибо спастись для царствия небесного, значит умереть за него здесь. Ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Евангелие Тауна 12, 25. Вот истинное спасение, когда мы просияем так. Вот славословие сыну, как и отцу, ибо он Господь. У нас в чем сложность заключается. Я про мусульман. Я когда беседовал с этими двоими мусульманами, то я понял, им очень легко говорить о добре. Вот он рассказывает, Игудин, что приехал сюда в Барнаул, и вот на вокзале стоит женщина. Просит отвезти ее. Но, говорит, правда, мне не понравилось, что она пьяная. Ну, говорит, такая, я лет 50, наверное, пьяная. Мне, говорит, нужно до дому доехать, денег нет. Вот дай мне денег, я доеду. Он говорит, сейчас, говорит, это, а я-то, говорит, сам уезжаю. Мне, говорит, ехать-то аж в Махачкалу, представляешь, куда. Мне тоже деньги нужны там туда-сюда. Давай, говорит, я тебя сейчас подведу к вашим ребятам, таксистам, поговорю, чтобы они тебя довезли. Она, да меня не довезут он. Ну, как не довезут? Женщина ночью, там, часа два ночи, подходит такой, и там таксисты гуртуются, а он, роста не очень большого, но у него плечи шире, чем у меня, раза в полтора. Вольной борьбой занимается. Вот так он ходит, вот так вот, типа как Кадыров, очень сильно похож, вообще. Да, это. И он подходит, у него вот эта вот, его шапочка, они одевают вот так ее, как тибетейки. Вот такой подходит к ним, короче, и говорит, так, ребята, вот там женщина, ее нужно быстренько отвезти. Ты где живешь? Она там где-то, на Балтийской. Вот давайте на эту Балтийскую отвезите-ка ее. Они, что это мы будем ее везти? Ну как, это же ваша женщина, видите, русская. Я, ладно, там, мусульмане, но она-то русская, вы эти, православные, вы довезите ее. Православные, да, православные, мы ее не повезем просто так. Она, ну вот видишь, не соглашается. Он, ну, говорит, и так они все. Он мне, говорит, так захотелось, говорит, их всех сейчас побить. Понимаешь? И я, говорю, в смысле, я, говорит, прям хотел им тут же постукать, а потом думаю, а кто ее повезет? А что же, что? А кто ее повезет, если я все постукаю? Если все, говорит, постукаю, я, говорит, кто ее повезет? А их там человек пять. Я, говорю, что, пятерых бы отоварил? Он, да, конечно, говорит, легко. Что там, говорит, это я бы сразу, говорит, ну, говорит, кто повезет-то, говорит, ее? Где потом искать машины-то, никого нету? Ну, я, говорит, подумал, ладно, я подхожу и говорю, не бойся, женщина, сейчас ты уедешь. Подхожу, достаю две тысячи и говорю, две тысячи тому, кто эту женщину на Балтийскую повезет. И они все сразу, один, другой, и, говорит, чуть не передрались, говорит, давай толкаться, говорит, уже. Я, ах, вот вы какие! А там один какой-то, говорит, откуда-то выскочил, откуда ни возьмись, говорит, машина. И такой, что такое? Да вот женщину надо отвезти за Балтийскую, но я вот две тысячи даю. Вот, да я ее туда сейчас за 200 рублей довезу. Он, ну, на, 200 рублей, говорит, она села, говорит, и уехала. Вот так, вот, понимаешь, добро как делать легко. То есть, я их сейчас постукаю, и я уже добро сделал. Почему? Я за женщину вступился, и, главное, он всегда прав. А нам, Христос, не дает этого права постукать никого. Хоть бы зубами, языком постукать по этому человеку. Нельзя. Сегодня я посмотрел ролик, прямо интересный такой. Мужик работает на поле, японец. Ну, и не слышит, сзади медведь подошел, а медведь на ноги поднялся, уже рядом, только-только его схватить. Он почувствовал, кто-то смотрит. Он обернулся. А огромный гризли стоит-то. А мужик каратист, ему 69 лет. Он говорит, сразу же, первым делом, как ударил ногой его в живот, медведь чуть покоснулся, он со всей силой в грудь его, медведь воздвернулся, он такого пинка дал, медведя в горы, как по волокам. Каратист. Сначала первым делом в живот его, а потом в грудь. И поэтому, когда ты просишь, говорит, с чего не дают-то, первым делом, говорит, колено бей между ног, ему, говорит, а потом поднимай шапку, убегай. Со мной один сидел, татарин. Так и учил, да. Да-да-да. Главное, это не один стучий, там на мальчика и шли на охоту, это уже японцы. Ну, и с собой говорят, и своему, то есть, окей, возьми ружье неси, двусволку, то он несет из леса на всей скорости медведь. А у них еще ружья нет, а парнишка-то сзади где-то. Он мгновенно, говорит, первое поле раздробил ему, говорит, лапу лезть, а второе, говорит, точно вогнал в нос. В нос. В нос на вылет через затылок пуля прошла. Одиннадцать лет, пацану. А у нас-то в одиннадцать лет чего они стоят-то, вот они, гляди. Да, там че-то. Одиннадцать. Они их всего учат. Это японец. Какой, нигде не было такого успешного потопления американских кораблей, как здесь. Почему? А они, когда взлетают и показывают колеса, на которых едет, она остается, катится, а он полетел. Садиться уже назад нету. Они без колес улетают. Мне в участнике японская компания рассказывала. Я говорю, а как? А, говорит, и как? Ну, а если он корабль не нашел, ну, хоть какой-то предмет, там, шлю-шлю-шлю-пал должен врезаться. И устреляют. Это не снаряд какой-то, самолет развернулся, бросил. Он сам летит и направляет, и в корабль, и все. Сразу потопили 7 эсминцев, там, сколько этих, 3, кажется, авианосца. Да. Но они сразу пустили 700 смертников. И куда ты денешься? 180 кораблей смертники потопили. 180 кораблей американских. Да. А им дают... Вот это все здесь, вот в этом. 6 авианосцев, 3 потопили. Все до одного пункта. И все эти военачальники, все. Вот так. А мы, если верующие, еще открестемся-то. Где-то что-то скажут. Я вам сегодня говорил, батюшке-то, когда он говорит, губы помазать водой. Где он губы, я говорю, нашел-то? Там написано, прохлади язык мой. Язык. Языком грешил. Губы-то ничего не чувствуют. Губы-то. Язык распознает вкус. И поэтому ты много грешил, говорит, златоуст, и теперь этим и мучаешься. Язык. А что губы? Это у меня Христа, что ли? Зачем губы-то? Где? Про губы не сказано нигде. Батюшка, если слышал, он возьмет для себя. Конечно. Да губы это общепринятое, что мочат раненым, губы там смачивают больным. Написано, тут не надо думать. Ну да, да. Он говорит, прохлади язык мой. Лучше всех знает, что нужно тот, кто мучается. Он просит не на губы, а на язык. Прохлади. Вот когда человек не имеет воды, и что у него? У него спазмы, горло, дальше кровь гусеет, и он умирает. И поэтому, когда показы, это грилс этот идет, Берр грилс. Ага. Да. И он прямо, змея, он голову ее раз отрубил, вот смотрите, говорит, голову обязательно закопать. Она же одна отдельная голова на тебе укусит. Отдельно отрубленная. Еще два часа она может укусить. Он ее зарыл, теперь шкуру вздирает, вот так отвернулся и писает на нее. Поплыла моя хозяйка. На пару сахов все. Так. И вот, пописал, теперь поднимает и все выпивает. Главное жидкость. Нашел этих склонов и вот так вот выжимает. Там такая грязь течет, это, говорит, не важно. Вылечить, какие насекомые, это все они... Главное влага. Если влаги не будет, я погиб. Погибли там сколько? 5 кораблей. А он прошел эти 250 верст по пустыне. Один. Ну, не один ушел. Его снимали там, были где. И как на ночь куда подняться, едет в какой-то предмет. Он это мне сгодится с собой. Ночью туда, там леопарды ходят. С тебя привязал, чтобы не упасть. У него все обдумано. Какое дерево? Какие корешки? Вот это ты съешь, ты убрешь. Листики. Рядом растет другое, это полезно. Там много белков, много С витамина. Ты должен все знать. А зачем мне это надо? Ты не знаешь, где будешь. Личинки вот эти, жрал, белые. Да. Поганые. Там где-то выброшенный тюлень, на севере он идет, когда-то. Вот так разрезал, а там червики. О, это, говорят, тут сплошные витамины. Черви этих ножом оттуда выгребает. Черви. Труп. Не знаю. И в рот себе. Ему главное выжить. А я приеду домой, это ну все. Это ничего. Главное выжить. Выжить во что бы то ни стало. Вот так. А нам как? Спастись во что бы то ни стало. И как? Только по Писанию. А они никак. Это ничего не значит. Я говорю, сейчас вот показывают про миссионерские отделы. Миссионерология там это. Ой-ой-ой. Читал вчера. Там буквально ни одного слова нет у евангельского. Даже никак. Он берет где-то места Писания, а дальше это не так, это не так, это не так. И это в православии. А что надо? Христос умер за нас и воскрес. Он прощает грехи. Ничто кроме крови Христа. Все, иди. Сколько требуется? Ну бесноватый, сколько был с ним? А я за тобой пойду. Бесноватый. Он вообще не понимал. Христос через час уже говорит, иди домой и проповедуй. И он пошел домой, не домой, а по всему городу стал говорить. Смотри, что с тобой хуже не было, не молчи, а отблагодари Бога. Игнатий Ильич, а мне кажется, что они должны были с символа веры начать. У вас же есть символ веры новый? Я ему написал, я бы написал это, сказал, к истинному православию. Духа Святого, Господа истинного. А у них Дух Святой не работает, они его истинного лишили. Вы дополнение к символу веры еще. Помните, писали, у вас там есть, чтобы все было и о сектантах сказано, и обо всем обоглашенных. Это дополнение. А проповеди тоже там у вас есть. У меня это есть все. Они же меня не приймут. Это самое главное. Ну а тогда что волноваться вам? Хоть 1 ноября закончилось бы, хоть 1 августа, вам какая разница, раз не принимают. Мы их не принимаем. Ну они бы и 1 августа вас не приняли, если бы было. Какая разница уже? Ну да. Вот у вас есть, вот ваше детище вот за спиной. Вот это вот детище, так детище. Я думаю, что сначала вселенной столько истины не было написано до конца. Потому что у Златоуста о проповеди мы тоже прямую не читаем. Нету такого. О монахах только самое доброе, он еще не знал, кто такие будут монахи. Ну и обо многом не написано. Об устройстве общины, у него общины как таковой не было, потому что он к людям вот так обращался. Я перед собой вижу кабанов, медведей, волков, волков, а потом говорит, да нет, вы даже хуже животных. Ничего себе! Он сравнивает с демонами, говорит, вы хуже демонов. Это те, кто рядом стоят. Демоны не сребролюбцуют, и как выжили? Так, поехали. Второй Тимофей 4.19. Приветствую Прескилу и Акилу и Дом Анисифоров. Толкование. Это те лица, которые восприняли и научили вере об полосах, гостеприимством, которых пользовался и сам Павел, и о которых он постоянно вспоминал. Жену он прославляет прежде, потому что она была усерднее и более предана вере. Она научила вере и Аполлоса. Или Аполлос делает это безразлично. Приветствие же свое высказывает, чтобы отчасти утешить их, отчасти выразить им почтение и любовь, и что важнее преподать великую благодать. Ибо и одно приветствие такого блаженного и святого мужа могло исполнить великой благодати того, кто удостоился его. И Дом Анисифоров, то есть домашних его. Сам он был в Риме и служил Павлу в вузах, как выше сказано. Своим приветствием апостол делает их более усердными для преуспевания в подобных делах. Женщину прежде упоминает. А может безразличный просто так. А может быть она более ревностная была. Такое тоже есть. Да, бывает. Лена сегодня не было в Сокольске. Да давно что-то нету. Не было. Валера не знаю. Давно нет. Я так понял, что они не живут в семье. Но он в деревне живет. А Лена помнится подавала надежду большим. Ну-ка давай. Второй Тимофей 4.20 Яраст остался в Каринфе. Трофима же я остановил Трофима же я оставил больного в Мелите. Толкование. Так как о них апостол не вспоминал, то теперь вспоминает и показывает, что он всеми оставлен, побуждая тем Тимофея скорее прийти к нему. Почему апостол не исцелил больного Трофима? Потому что не все могут делать святые так, как это дело Божие, чтобы люди не боготворили их. Так и Моисей с детства косноязычный не исцелил себя и не вошел в обетованную землю, чтобы его не почли за Бога. Так и сам Павел имел сильную болезнь. Мелит находится близ Ефеса. Следовательно, Павел оставил Трофима в Мелите или тогда отплывал в Иудею, или после того, как побывал в Риме и снова возвратился в эти страны. Затрудняемся сказать. Павел имел сильную болезнь. Какую? Откуда такое сведение, что он больно? Ужалов в плоти. Ужалов в плоти, это по объяснению дается от огонителя. да, как они не идти. Какие? Ну, а так непонятно ничего, когда болезнь он имел. Зато вот говорит, как мог болеть тот, одежда, которого платки исцеляли других, а на нем они были. Ну, да, так-то. Люди на время брали, Павлов в кушах болезнь стерлял, а он сам все время носил. И как болезнь бы там была? Значит, речь идет именно о гонителях. О гонителях и еритиках. Все. Он был очень больно, то есть сильно гнали его. Называется болезнью. Давай. 2 Тимофея 4, 21. Постарайся прийти до зимы, приветствуют тебя и Гул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братья. Толкование. Так как я совершенно оставлен всеми, как это ты видишь, то поспеши прийти. Не говорит прежде моей смерти, так как это опечалило бы, но дабы не встретить затруднений до зимы, увидеть меня, хотя это и не сказано. Об этом Лине некоторые говорят, что он был вторым после Петра Эпипскопом Римской Церкви. Видишь ли, как жены были усердны и пламены в вере, как и они распяли себя для мира, ибо этот род нисколько ни ниже мужчин, если хочет. И в житейских делах они много способствуют жизни, так как берут на себя заведование домашним хозяйством и тем дают возможность своим мужьям беспрепятственно заниматься общественными делами. И в духовных делах они даже более мужей могут преуспевать в целомудрии, святости, скромности и посте. Вообще женскому полу нет никаких препятствий к добродетели, если они желают. Уже не вспоминает их по имени так много было верующих, вспоминает же по имену только более прославившихся, так как они уже отрешились от мирских дел и были пламени духом. Дальше? Тихо скрипит. Видишь, где женщины надо ропщат. Вот ты делал что-то, ну я кормил, а где кормил-то? Вчера кормил, а сегодня кормил, а нигде ничего нету. А ты в это время тут окно вставил, окно дверь повесил, повесил. Женщине это обидно тоже. Так ты во всем этом участвуешь. Только не мешайся. Говори. делай. Интересно, вот здесь в это, которое я говорю, день за днем, и показывает, когда при Сталине было, вот, призыв на работу с 16 лет до 55, это как у военных своя обязанность. У Гитлера до 40 лет было только, тоже с 16 лет. Женщины все в войну и показаны здесь, у станков, везде работают, таскают и все. Я работал с одной Лапина Мария Ивановна. Она девчонка была, говорит. Я на работу здесь какой-то, не знаю, завод 521, что ли, патронный завод был, говорит. И автобусов не было. Еще я пешком, шла, и опоздал на 20 минут. До работы уже сразу не допустили, сразу сутки, вечером я в тюрьму и два года отсидела, работала там. Два года, 20 минут. И вопросов никаких никто не задавал. А в заводе сразу объявляли, и каждый знал, там может, не может, бежать на работу, чтобы не проспать. Некоторые не уходили, прямо у станка ложились спать. Гузец, стружка падает, это ничего не означает. А сегодня так себя разнежились, еще не скажи, жарко, холодно, не могу, дверь открой, натопи еще раз. Никакой огнеупорный кирпич не терпит, все полопалось. То есть, баловство. Ну, маленько-то хотя бы как-то. Вот мы рядом живем, ни разу дверь не открыли за всю зиму, жарко. Ну, доводим до такой температуры, что холодно. Один раз истопили, и стараемся несколько дней держать. ведро угля. А это нет, хоть сколько, дров хоть сколько безразмерно может сжечь. Почему? Вот это все от того, что первый шаг не сделан. Отвергнись себя. Первый шаг. Если человек это знает, первый шаг, вот у него тогда это получится. Тогда отвергнись себя, своего искать не будет. Вот так. С книжек убрать, не писать там на это. Сколько раз говорил. Не посылал, сказал, нигде не писать. Вчера только говорил. Половина занятий не спит, а половина записки подбрасывает, подметные письма. Да неправда. Прорвало все. Ну неправда, тут уже засняли, посмотришь, зайдешь в фильм. Он спит, говорит, как старая лошадь в упряжке. Нет, я не спала. А ну что спала? Умерла так. Упала бы. Тут только на варианты. Или умерла, или уснула. Других-то вариантов нет. Я вот сидел нынче, у меня было два раза. Сижу, занимаюсь. Ну работаем-то, сколько работает-то? Я заснул, и как? Упал на пипитер-то, и нос разбил, и сободрал. Надо все время ставить. Не надо это делать, убери. Я сколько раз просил, не делай, убери отсюда, не надо. Не спали. ну два раза сказал, зачем тебе спорить, то утащи не надо, не ставь здесь. Вылить, сюда воду не заносите больше. Вот какие это, медузные. Ну сказали нет, значит нет, нет. Вот сидят только, сидит в Смирнов, там вижу другие. Вот сидят только первое, я посчитал, три секунды прошло, это какой-то сосуды, сидит, шавкает. Как при людях не стыдно, так ты еще не веришь вечерам мучения, там-то огонь какой. Ну на людях-то можно не пить-то. И это не на людях, он в эфире, он видит, что снимают, он отмечает опять, опять поставили, опять опять. Вот такой вот уже, бурдюк, с вонючей водой. И все равно, пьет. Один раз тебя, заруби на этом. И никогда, чтобы стакана никакого не было воды, тем более при людях. Ну даже это, неправда, все, неправда, если это неправда, награда твоя, награду получишь. Нет, меня только не трожь, я только правду, а правду себе сама не знаешь. Как правду-то себе не знаешь. Первый шаг ты не сделал, он отверг из себя. Приемли равнодушие, хвалят тебя, как святой Бог. Ну, иди, вон там прокурор похоронен. Говори ему, стивые слова. Он все, все, что молчит, теперь хури его, никто не услышит. И что молчит, вот так только ты будешь. Тебе разницы никакой нету. Ни одного слова не терпит, перенести не может. Это первый шаг в христианстве еще не сделан, не говоря же о рождении свыше. Отречения себя нет, а отречения себя заняло все, и ни в голове, нигде не умещает. Только сказал, неправда. То есть, а сколько времени на то, чтобы обдумать, правда, неправда, нет, и что-то припомнить. Ну, это когда было, старое поминаешь, то есть, на ответ что-то. А сказали, это мне что, зла желает, добра желает. Так, Господи, помоги мне, я соблазн-то какой даю, соблазн-то на людях сплю, во время занятий сплю, и говорю не сплю. Если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Если ты ей говоришь, не сплю вот так, то что значит сплю? Спишь вот так, рот корытом, и дверь не заперта, зашел, и все двери открыты, и лежит все полностью, и говорит, язык до полу. Нужно это? Ты маленько, глянь со стороны, как это будет выглядеть. А ты, какое обвинение не дай, скажи, да, я так, так и сказал. Вот даже этот пишет и говорит, настолько сильное было огорчение Гитлеру, что я первый раз услышал, как он повысил голос, почти закричал, почти, это там маршал, фельдмаршал говорит. Ну, сдали город, который можно было, и дело показало, что через день послали войска и отбили эту Керчь обратно. То есть он знал, как владеть. И который около него рядом, все отзываются, все до одного. Более галантного мужчину, говорит, мы в жизни не видели, когда он заходил, какой он ласковый был, внимательный. Мы другого не знали, поэтому мы голосовали, выбирали того, которого видели, а не того, карикатуру, которая. То есть всем дал достойную жизнь. Я говорю, вот дальше что было, это вот это, что руку поднял на евреев. Это самая большая ошибка. А на Россию не пойти ему нельзя было. Здесь прямо все по резону так и говорит. Все войска-то стянули туда. Ему говорят, Сталин назначил напасть воронобную на Германию через две недели. Он опередил. Сжег сразу, где-то они 17 тысяч, что ли, самолетов только сожгли. Считать даже невозможно. На одного, сколько у него, вот этот, говорит, на Курской дуге, там гусеницы, все это, били по гусеницам, его пробили. Тигры, что ли? Нельзя было. Немецкие тигры, пантеры, орудия Фердинана, где было. У нас, говорят, которые подбили, немцев подбили, кажется, 136, русские полторы тысячи. В 10 раз больше-то, танков-то погибло. Так у нас, говорят, из этих только 5% сумели восстановить, у них 80%. Так поэтому воевали так долго. Под страхом смерти и то не могли этого делать. А почему? Он тронул евреев, самая главная вина его была. Не прикасайся к детям моим. А он поставил задачу истребить. И эта чаша перетянула все. Все. И Господь мог бы допустить. 31, кажется, покушение на него было. Настоящее покушение. И с выстрелами, и с взрывами, и он спасся. И что сделать нужно? До конца досмотреть, что будет. Вот сейчас показывает, когда там артистка Чехова-то была, она близкая ему. И через нее, когда она была выступать, пропустили партизан, и уже назначили, все сверху, где он сидит, должен был опуститься, сосуд взорвать все-то. И в это время, в этот момент поступила телеграмма, Гитлера не трогать, от кого от Сталина. Они тогда поняли, что пока Гитлер, никакого отдельного где-то договора, сепаратного, с Англией, с Америкой не будет. Они с ним не пойдут. А другие заключат, и нас оставят один на один в Германии тогда. то есть они высчитывали, его трогать нельзя было. Наступил момент, лучший пистолет, если только он рассернился, но никто не знает. Есть стихотворение такое, лицо в лицо, пошив, пошив, подогнанные люди, а может быть и Гитлер жив, и то, что было, будет. И какие песнопения были, сидят солдаты там в лесу, поют. Очень сильные передачи. День за днем. Советую каждому посмотреть. Советую. 95 серий, я больше нигде не встречал. А вы переводы песен немецких слушали, которые не поют? Да. Пам-парам-пам-пам-пам. Да у нас же все это считалось, все идут, там гады такие там ползут. Да, да, да. А там всего лишь идет молодой парнишка, и он хочет к своей невесте вернуться. И все, больше только об этом песня вся. Ну давай, пошли. Я просто говорю, что я искал и я нашел. Еще раз убедился, кто ищет, тот найдет. Я всегда с кем бы ни беседовал, где, я всегда говорил, меня интересует одна личность, одна за всю мировую историю, не считая Христа. А Павля я все знаю, мне не святые, никто не интересует. Я их все знаю, жития. Меня интересует Гитлер после Курской битвы. Как он это воспринял, и как дальше, когда все пошло по-другому. Он знал, что он по промыслу Божию поставлен друг, все валится, а как же промысел, а как же так, но другому по-другому открылось. Он никак этого не мог понять, до конца. Самое безнадежное, держите до конца, что завоевано, не надо отдавать. Ну как не надо, там котел за котлом делают, два фронта сходятся, и опять 180 тысяч немцев в плен пошло сразу. А русских, хватало, а русских хватали на 750 тысяч плененные. А не Харьков, то сколько раз? Пять раз, кажется, брали, отступали, брали, отступали. Я нашел, почти, но не дослушал я еще до конца. Сегодня утром, 65-ю серию слушал. До одной, не пропуская, ни сантиметра. И записываю, в какой, как, что было, где молятся эти, который говорит, где говорят, что Сталин молился. Невероятно. Ничего подобного в интернете не слыхал и не видел. На одну ступеньку поставили Сталина и Гитлера, оба, но Гитлер, конечно, виновнее. По их, что он напал. А тут же говорят, что не напал бы, значит, вся война, все должно было идти на чужой территории. Только так. На своей не готовились. Поэтому, старые укрепления бросили. А как же воевали, говорят, с одной винтовкой Пятеровных. Винтовки-то все оказались там, на границе. А в плен попали. Еще не было. И сапоги там же. Убавил дома, лопату бери и воюй. Три человека идут, одна винтовка. А вот убей немца, отберев там, а да как я убью-то лопатой. Это все здесь есть. Попроси, Игорь, зарядить. Заряди в любом месте. Я, я внутренне желал, когда будет Курская битва. И вот каждый день идет по календарю, что в это время в Японии было, какие острова, как американцы, кого потопили, как в Муссолини, что там было, где Ромаль, как говорил, что есть. И показывает, жара такая, яйца развивают, но на броне танка яйца сразу спекают, яичница. Представляешь. Понятно? И вот никто не расскажет, что я говорю, почему. Потому что для вас это нечего, ну, день за днем, да, я открою там на четверг, на пятницу, а для меня не так. Я самое начало нашел где. И каждый день, утром, вечером, днем сижу и все думаю. Я про войну почти все знаю, документальное. Ни одного кадра выдуманного нету. Дальше, что-то говорят, знаете, мы должны сказать, на эту тему нет материала. Я могу сказать только, как предполагали немцы, что там было и как эти. Ну, я свое мнение выскажу. Но сказали, что архивы закрыты еще 60 лет. Ну, почему? И все время только документы и кинохроника тех лет. Так, Дашня. Бог Реншау. Я вас только удивляюсь, мне Бог дал. И вчера вот Вася. Скинули его фотографию перед тем, как ему прийти. Прямо за час до его появления. А кто скинулся? Марьясов. А у меня? Он скинул материал, который стоял у другого там, оттуда. А о том, какая должна быть миссия. Вот. Сидоренко Игнатий, и романах говорит. Ну, насмешка это. Просто ужас какой-то. Вот говорит, пять слов предложения, ни одного евангельского слова нету. Нет. Он такие наворачивает слова, я выговорить даже не могу. Ригаризм, старый парагизм. Это явно насчитано, что бабка упала от ужаса, как их грамотных попов прислали. Батюшка, то у нас приехал вот такой, а сейчас, два года побыл, он такой пухленький стал, приятно руки поцеловать. Кошмар. Бабки-то любят, как его. А как фотографию Васиха, как он прилепил? Он мне и фотография пришла в материале. Говорит, есть миссионеры и перечисляют миссионеров, Геннадия Фаста туда, но у них последователей нету. Почему? Потому что это противно православию. Георгий Кочетков поминает там сразу же, Андрея Кураева. Православие и миссии несовместимы. Или миссия и православие остается, нету. Если православие, никакой миссии быть не может. Вопрос вот как стоит сегодня. А сейчас в семинарии открывают курсы миссиологии. Это ужас какой. Вот меня патриархом если бы избрали, первым делом запретил бы храм, а второй закрыл бы миссионерский отдел. Это фальшь. Самый большой обман. А что? Ищите избранников Божьих. Ищите. Ну а вы знаете их? Я знаю, так это я до себя знаю. Кого послать? Это надо молиться, чтобы кто знал, как кого избрать, какое воззвание дать. С семинариями, которые с академией, должны проходить тройную проверку. Что у него там осталось? Давай. 14 минут еще. Все, наверное, да? 14 минут еще. Давай. Второй Тимофея 4, 22. Господь Иисус Христос со Духом Твоим. Благодать с вами. Аминь. Толкование. Не скорби, говорит, что я нахожусь далеко от тебя. Господь с тобой. И не сказал с тобой, но со Духом Твоим. Сугубая помощь от благодати Духа и от Бога, помогающего ей. И иначе апостол дает понять то. Господь тогда с нами бывает, когда мы идем, когда мы имеем с собой Духа с большой буквы и злостью не изгоняем Его. Наконец, испрашивает и себе благодати, чтобы всегда быть благоугодным Богу и иметь от Него благодать. как видящий царя и пользующийся Его благоволением, не чувствует никакой скорби, так и мы хотя бы лишились друзей, хотя бы подверглись бедствиям, не будем чувствовать никакой скорби, если благодать будет находиться при нас и ограждать нас. Этого же иначе и быть не может, как только если мы будем делать угодное Господу. подобно тому, как в домах те слуги пользуются благоволением Господ, которые делают угодное им, так и каждый из нас будет иметь благодать от общего всем владыки, если будет заводиться о том, что принадлежит ему. Да исполнится так его помышление о всех ему слава вовеки. Аминь. Вчера батюшка читал златоустые у меня такое мелькнуло в голове, что он в одном месте два листика провиснуло, они скрылись. Перевиснул такой резкий переход и мне прямо так показалось сразу я все слышал сразу раз говорил о этом завете пророков и неокончена мысль сразу другое. Ну я уж не стал ничего говорить. Я еще раз прослушаю, а потом могу попросить, где это он брал. Ревности нет, ничего нет. Был бы ты холоден или горячий, а так как тепло. Тепло надо жить, я берусь, я хожу. А что еще надо-то? Ну я хожу, я молюсь. Ну что ты как повязался ко мне? Что вы из себя строите? И вот этот который Сидаренко, это Игнатий, он как раз в миссиологии эти и давит. Я посмотрел, богохульники. Они не просто не знают, они богохульники. А почему? Ну вот если такое весь мир лежит во зле, а нас одних избрал Бог и приводит местописание, а я их выделил курсивом, жирным и красным, другое берет место. И выходя из города, того отрясите прах. Это знаете как, это такая горда, все ничто, а мы хорошие. Да кого ты судишь? Ты судишь Христа. Понятно? Это вот такими словами нельзя пользоваться. Они, ну там не приняли, желния рвут, а она говорит, я вышла, все, конечно, огорчительное, говорит, приезла Евангелие, не взяли. А потом на остановке стою, вспомнил, говорит, давай тогда платья трески на них тут, уже за пределами их города. Да прах на вас. Не бойся. Где тебя не примут. Так, я вам о чем говорил о сестре? Поработайте. Поработайте. Понятно? Ради спасения. А иначе она в респираторе будет спать. Она говорит, не пахнет у меня сейчас так же. А? Не пахнет, говорит, у нее, говорит, сейчас кошками. Ну, перестаньте, я бы не был, еще верил-то. Но это не может быть даже, никак это не может быть. Меньше, говорит, стало. Я, шестерых утопила, было это 14, ну ладно, а ваше дело. Ты сначала сходи. Да я был, там дышать не еще. Я тоже не верю-то. Дышать. У нее отмерли, эти органы, которые воспринимают. Она отравленная полностью. Там и шерсти, что угодно. Я был, смотрел. Дело в том, что они не нужны. Она кормит, она покупает. Зачем? Это бабки есть, кошатинцы. Берующий, прислушивается, что говорят. А вот вам бы кто-то подошел и сказал, ваши кошки тоже не нужны. Я бы попросил объяснить. Да. Объяснить, почему? Что они скажут? В первую очередь, они меня не отправляются. Занятия идут. Дальше. Все лето они у меня на огороде везде мышей ловят. Ты будешь мне стоить мышей ловить? Нет. А как избавиться? Сейчас скажу. Не знаю. Скажи. А как мне голубей избавить от мышей, когда они вот так? У меня даже сильно по комнате бегали. Я ей бусту дал, все, закончилось. Она так и сидит там где-то смотрит, где поймать. Так нет, говорю. Вот хоть раз согласилась. Кивком головы. У нас в доме мышей на балу. И на первом, и на четвертом. У тебя-то нету ни мышей, ничего. Живешь в квартире. Ну, в доме, в квартире есть мюши. Ну, одну оставь. Одну. Одну мышку. У меня на комнату одна кошка. А остальные у меня голубей охраняют. На огромной площади дома 60 с лишним квадратов. Ну, пусть они в подвале живут. Так мало того, надежды отдал. Одна у нее там живет сейчас. Они не нужны. Я за ними не выношу ничего, не покупаю. Я не выношу. Они в погреб. Даже маленькие у меня сейчас паляты. Она тут нырнула. Все, маленькая погня выскочила. На ночь я их запираю, они там в подполе. Когда сильно трудно бывает, приносил суда. У тебя нигде они нету, а паразиты. И они не нужны. Дело в том, что ты привязана к ним больше, чем к братьям и сестрам. Ты их мяуканье лучше воспринимаешь, чем наши слова. Это бабки из кошатисты. Одна здесь была, а сколько кошек? 130. 130? Да как они шевелятся? Ну, и все время она покупает и собирает, там выпрашивает где-то мясо. Зачем они тебе? Ну, они плодят. Ну, как, кот свободный, не подкастрирован, они будут плодиться-то, как цыгане. Почему? Интересно. Даже не надо говорить напоем вином, да пересклик с ним. Не нужны, вредно. И при том, когда-то уже не в них, а в тебе, что ты не слушаешься. Ты болеешь. Да они уменьшаются у меня. У тебя все внутри, и бронхи, и легкие, все отравлено. Галя, ты вот сейчас нам пообещаешь, что одного оставишь, Одного оставь, самый хороший. У тебя сколько их сейчас? Ты больная, тебе до 6 стук. Зачем они тебе? Да. Зачем? Я в тебе в прошлый раз был, кажется, 11 было. Ну, меньше сейчас стало. Я утопила, таблетки даю. Убери всех, Галиночка, сестра дорогая. Оставь одну самую хорошую, и чисто содержи ее. Да. Тебе нужен воздух чистый. Сегодня призови братьев, вот братья там где-то. Конечно. Там вызвать можно, посадить, отвезти там. Я была в больнице, пришла из больницы, не убиралась так, как положено. То есть ты расстаться не хочешь, что ты все говоришь. Они не нужны. Давайте договоримся. Кошки не оправляются, не едят. От них ни запаха, ни шерсти, ничего нет. Зачем они тебе? Давай так. Они идеально, стерильно чистые. Зачем они тебе? Не кормить, ничего не надо. Ну все, это отдельная срока. Ты должен объяснить, зачем они тебе? Все. Ну что, ерунду подыгрывать? Ну, попробую. Зачем они тебе 6 штук? Объясни. Понятно? Это поврежденная психика. Это бабки такие. Да почему поврежденная? Я избавляюсь, я не... Убери. Послушайся. Ты-то умрешь в один день и не будет там. Зачем они нужны? Они не нужны. Они и мышей не знают, как ловить. У меня маленькая парень, я все время... Ну, котеночек маленький. Ты посмотри, какая красота. Я сейчас учу ее. А буска-то какая? Она как стрела мещится. Она длинная такая. Такой прыжок делает прямо. И потом по 45 градусов вот так вот летит. Чем дальше? А тебе ни одна мышь? У меня в квартире появилась... Я посмотрела мышь. Как только кошек увидела, обратно туда быту удавала. Мышей-то давала. Я уже Маше буду предлагать людям подвал спусти тогда. Ку. На пятом. Присушься, Галя. Убери их. Сегодня. Не завтра. Я тебе скажу. У меня Надежда сильно любит чистоту. И утром она подбирает и видит, а я пищатый. Иногда бумажки-то падают. А так сумерки где-то. И она берет там, ну, от это, от копирки. И кладет в ящик. Когда огонь-то включили, она увидела, что это уши мышиные-то. Ты посмотрел на нее, как она стояла, ее всю трясло, и она ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Они одни уши оставили. А мне это говорит. Голод, говорит, у нас был. Мы, говорит, с мертвецами там в мертвецах были, говорит. Убирали. А уши, говорит, у льей обрезали. Уши обрезали оставлять кишки. Ну, кошки. Убрать. А они не нужны. Ну, понимаешь, вот у брошенных самолет-то этот, Александровский, летят песни и пляски-то. 95 артистов. И там генерал, это руководитель, все, и как будто никогда не было, не вспоминают. А тут о кошках развело. Тем более, не во вред. Кроме того, дурной пример бабкам даешь. Она держит 5, а у Гали 6. Я говорю, а у Гали было 11, а у меня только 10. Ну, еще вам ни одна не нужна. Если у тебя ходят, для вас можно липучку. Мне нельзя липучку-то поставить, у меня голубь прилипает. А траву нельзя. А траву там сделали, а кошки-то потом, они не справляются. А траву стали есть, и у них выработался иммунитет, а траву всю поели, не вздыхают. А кошка съела одну мышку, серка, сразу сдохла. Сосел, тоже сдох. Мне нельзя траву никак. Почему? У меня много пшеницы. Речь идет полторы тонны, разбитая на 30 сосудов. А они проели там оно картонное это, и все. И ничего нельзя сделать, ничего. Только кошка. Экологически чистая борьба. Расстанься с кошками. Я молюсь о тебе. Смотри, вот даже всем собрании ты не считаешь, что там Александр Михайлов тебя не любит или Татьяна Кузьминиша. Вот я сейчас прошу, кто за то, чтобы она вразумилась и от кошек избавилась. Поделите руку. Да все, да куда? Смотри, глянь, сюда, погляди. Это твои дорогие братья и сестры. Все. Ну и правильно? Зачем они нужны? А у нас три собаки. Вот так вот. И все равно кошка одна кошка. Все. Собаку можешь чему-то научить. Кошку ничего не научишь. Собака вообще в своем доме, она как без нее? Уходишь надолго. Кошка никогда хвост не подожмет, она никого не боится. Это ночной хищник. Игорь Тилович, вам нужна собачка? У меня маленький щенок есть. Я никогда маленьких не держал. Если я держал, у которого шарика, у меня всегда собака кобеля 72 сантиметра. А у этого главного, рост этого, забыл сказать, у медведя метр 60. С Володю. Представь себе. Первым в ногой его, а потом в грызли. Он говорит, мне не много, а дальше он говорит, вы каратистов, говорит, и пол не хватает. Не убил ничего главного, рубанул его. А сила удара знаешь какая? Вот кладут семь кирпичей. И он ладонем, это, рыбром бьет и семь кирпичей, которые мы вот стены делаем, разбирает одним ударом. Затигнать, Тигнач, они еще выборочно бьют. Ставят сколько кирпичей и говорит, я раскалю пятый. Бьет сверху по первому, а колется пятый. Это я не видел такое. Да, это энергию они так пускают еще. Ну, сатана делает видать все. Это я про войны Селестского, когда он сидел там где-то в тюремное начальство и разговаривали. А он говорит, как палач режет, говорит, так широко. Он говорит, чем шире, тем легче заезжать, видеть. И как? Ну, он бритву вытащил и говорит, ну, папиросная бумага лежит, папиросная, тоненькая. Сколько здесь? Ну, кто-то отложил 11 листиков. Он ее в руках подержал, подержал так мертву. Как резанул ровно 12 уже не тронул. Листик. На бумаге показал. Это какой опыт? Это знать, на сколько заложить. Щечет, и ровно 11. 12 листик даже не задел. Профессионал. А я, если на лучинке колю, дома полено, у меня железо на земле лежит перед печкой, я и железо разрублю, и пол. То есть, операцию вы сделаете махом в обратную сторону. Отправите сразу к родцам. И хирурги берут на вооружение бойные синицы. Так, ну что, Сергей? На все что? Все, все. Мы сегодня, видите, батюшка встретили. Я взял записку, написал. Вот она у меня с тобой, записка даже есть. Я этой запиской хотел поправить дело. А задача? Я говорю, спроси, оправдана ли поездка батюшки? И первый, кому я подал ее, думаете? Самому смелому человеку. Я тут сидел и подал кому-то. Я говорю, ты батюшку, мне неудобно, все, я даю. И говорю, дал. Никаких, он попятился. Не стал. Почему не стал? Ответь. Не задал. Ну, потому что я знаю, что не оправдана поездка. Он знает, но другие обознали. Батюшка, он знает, что батюшка болезненно реагирует на это. Тогда я взял кости, а кости какой был, такой оскалок. Соло даже ничего не приобрел. Даже не шевельнулся. Ну, а кому тут больше давать-то некому. Я ему этими вопросами надоел. Батюшка, я как уезжал, перед ним на колени падали, приходили мы. Умоляли, не езди, зачем? Тебя домой не привезут, что сердце больное с пружинкой. Зачем? С пружинкой. Вот он посмотрел Новый Иерусалим. Да Новый Иерусалим на небе. Куда смотреть-то пошел? Аминь. Они там играют в Иордании в разное там эти. Вот это Голгоф, горка там какая-то. Играли. А ты иди и трудись. Пустынки всякие. Серафимовые там эти горшочки. нечего делать. Сухарики там. Вот. Никто даже не посчитал. А правда ли это поездка? А правда на чем? Время, месяц. Я говорю, тебе надо отдохнуть от жиры, от овечек. Да вон на Элбаре там, где наши влага. Поставь палатку и жири. А для утром на велосипеде домой. Взял бутылку воды и опять тебе хватит три помидора. Нет, по всему союзу такие деньги тратить. А деньги мне отдай. Ну если хочется сейчас здесь, чем я на комиссию. У меня нынче один человек приезжает из-за границы и говорит я там работал и заработал. Доллары показывает. И вот мы с женой по согласию и он знает, что если он мне будет давать, я не возьму, а жена, а дети. И мы судили где, кто самый правильно, чтобы деньгами нашими так распорядился, чтобы они на небо ушли и решили вам отдать. Ко мне приходят. Это не два рубля, это больше ста тысяч по сегодняшему. Потеряю благословение. Во славу Божию. А почему он так знает? Он знает ни рубля за всю жизнь я не взял ниоткуда. Мне давали вот подходит, а можно я выпишу чек? Пять тысяч долларов выписывает стоит. После моего выступления синодик. Пять тысяч это на шесть, пять и шесть триста тысяч. Триста тысяч это уже деньги. Один раз было так, один подходит и точно так же. Я говорю, деньгами уж ходил, ходил, кому дать, не знаю, вам. Я говорю, только один лимон. Знаешь, что такое лимон? А? Миллион. Миллион. Самый бедный у нас я. Это я про какое-то время говорю. Минимальная пенсия. Ничего никаких нет нигде. И самый богатый кто? Тоже я. Тоже я. Вот какое чудо Бог сделал. За два с половиной года здесь потерять. Я больше миллиона зарыл в землю. Это бульдозер, груды и все. Вот один пришел, у меня потрясло буквально немец, что вы все делаете для людей. Даже подошел Андрей Устинов и говорит, мы как-то сейчас разговаривали, как будто не видели. Это вы работаете трое и все, нигде ни копейки нет. Но правда нынче батюшка говорит, в денежный какой-то фонд деревенский. Можно я дам? Я говорю, не надо. Я шнурка от вас не возьму. Чтобы вы не сказали, чтобы обогатили меня. Вот нынче только приехал бульдозер и 220 выложил. 220 а пенсия так. пруд надо почистить или нет? Пруд почистить хотите? Он загнул. Чтобы привезти машину от Барнаула 21 тысяча за раз. привезли 21 а тот 31 теперь за каждый час я плачу слушай внимательно. Плачу полторы тысячи а это заломил две с половиной. Четыре часа проработал 10 тысяч отдай. Я говорю у нас таких денег нет. Ну ты посмотри на нас кто мы такие ну согласись даже разговаривать не стану. Ну что пруд хотите почистить? Очень даже свести вас с человеком по телефону поговорите. Давай драглай только драглай нет не драглай а это ничего не даст он скажет даст или нет ну давай и все он вам объяснит ну пожалуйста вы меня не хотите слушать ты берешь на себя конечно значит после 50 июня потеряю позору не кальку посмотрит пускай скажет сколько кубометров он за час может выбрать мне нужны данные на какую глубину он может брать на большую на любую если берег крутой с крутого берега вот такого может и гнать чтобы гнал допустим 150 метров сторону они это плавучая установка она плавает да как это у нас смотировать плавать какая это понтон она плавает на понтоне хорошо как понтон это на картинке как ее потерять это бочки обыкновенные понтон это бочки пустые кто привезет ее привезет теперь а какие у них шланги у них шланги свои какой длины ну это обговорим обговорить 130 метров может нет они у них много шлангов вот они на полкилометра китайцам вот чистили озера новосибирские мне надо узнать во что это обойдется какая глубина глубину практически ну любую ну так до 10 метров это как здравствуйте нам если метров 5 даже хватило 5 6 здравствуйте они идут эрлифт называется так я сейчас скажу это у нас 1 костровая 2 3 4 5 6 6 а не знаете чем занимаются 6 по всей России во всех портах от находки до Калининграда поднимают баржи корабли со дна освобождают от песка от грунта и поднимают их вот чем занимаются но главное в Потеряевку приехать их всего на Сибирь 2 человека вот этот Петя мой знакомый хороший и еще есть один водолаз и все ты видел нет как в Таиланде добивает олово олово вот зубьями примерно до потолка вот такой ротор по ширине круг такой и там он вот так вот идет и сосет и эти которые жахи в кусту нырнули там посмотрели там смотреть страшно и там оно где-то все из космоса буквально показывает какая идет муть где-то а дальше показывает на складе вот такой вот длины бруски бруски на брусках там в конце а местные люди с ведром нырнет без прибора без всего ведро почерпнет там нагребет и теперь из него пытаются выработать что-то вырабатывают и работают такие вот роторы показывает штук 5 в разных местах называется кассетерит руда кассетерит но я видел вот такие кубики его разрубает рубишь дробишь а там внутри олова ну как они добываются на корабле все и переплавляют уже готовые сливки на складах прям в бочках в бочке сгружают и выплавляют и там олова оно там температура плавления у него 300 градусов пожалуйста познакомься да достойно истекло истину блажите тебя богородицу пресно блаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую херубин и славнейшую без сравнения селефин без истления бога слова ручую сущую богородицу тебя величай любящий наш отец небесный мы просим тебя во время иисуса христа примен наши благодарности за этот воскресный день за мирное время за слово твое святое за веру православную которую нам позволил увидеть в истинном свете все слышанное сохрани наших сердцах помоги притворить жизнь а в чем погрешили прости помилуй смилуйся над наследием твоим благодарим тебя за это здание где можем собираться хвала тебе счастье поклонения отец сын и святой дух аминь богу слава все